В ночь 6 на 7 июля 2012 года в Крымске случилась трагедия. Во время наводнения погибли люди. Сегодня, спустя ровно год после той трагедии, в Москве на Воробьевых горах на смотровой площадке собрались москвичи, чтобы почтить память жертв страшной крымской трагедии. Даже спустя год никто не может назвать точное число погибших. В Крымске много приезжих, которые не зарегистрированы. К тому же врачей зачастую заставляли констатировать смерть не от утопления, а от сердечной недостаточности. Вообще чиновники повели себя по-скотски. Зная о грядущем наводнении, спасали самих себя и свои семьи. А жители города даже не оповестили о надвигающейся опасности. Мне кажется, что власть все-таки ничему не научилась. Если бы она научилась, ну как минимум в отставку бы были отправлены некоторые чиновники, включая губернатор Ткачева. Чему-нибудь научила эта трагедия наше государство богоспасаемое? Абсолютно ничему. Почему вы так думаете? Ну, потому что все происходит, как происходило. Все трагедии им абсолютно все равно. Мало того, еще волонтеров обвиняют в чем-то. А как это повлияло на гражданское общество? Трагедия эта? На тот момент очень сильно сплотила, а потом потихоньку все пошло на убыль, к сожалению. Это какая-то государственная ревность, Алексей? Или просто государству неприятно, что их могут легко подменить сами граждане? Ну, да нет. Наверное, я думаю, что по-другому. Потому что просто не привыкли, что резко такой вот был скачок количества народа, который просто хотел помогать по собственной инициативе. Для них-то было новое, непонятно, кто это, что это. Для нас, может быть, был впервые такой интересный момент. И некое единение, некая солидарность с погибшими и вообще с бедой людей. Поэтому, наверное, была власть привыкшая, условно, власть Крымска, или условно МЧС, или военные, привыкли сами с этим разбираться, в своей кухне. А тут как бы новая кухня появилась. То есть, условно, мы влезли в их монастырь. И рулили по своим правилам. Потому что, в принципе, в лагере работали, палатки были обеспечены, спальники были обеспечены, еда была обеспечена. То есть, нам не нужно было МЧС, и не особенно важно было их присутствие. Когда из Москвы приехали волонтеры, местное начальство охватил приступ раздражения. Между тем, общество, состоящее из активных граждан, мгновенно отреагировало на трагедию. В те дни здесь, на смотровой площадке на Воробьевых горах, собирали гуманитарную помощь. Отсюда же отправлялись автобусами в Крымск. Кто-то ехал своим ходом. Сегодня, через год, многие уже не помнят о том, что случилось в Крымске. В путинских СМИ не любят вспоминать о трагедиях. У них счастливая стабильность. Между государством и гражданским обществом зияет пропасть. И год, прошедший со дня трагедии в Крымске, только углубил ее. И это плохо для каждого гражданина России. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.